Слышите, арбуз сейчас звенит. Значит, арбуз готов, поспел. Можно снимать его с куста и кушать. Супруги Чекилок знают толк в бахчевых. Под них выделили около двух гектаров земли, посадили 15 тысяч корней. Почва здесь плодородная, да и погода в этом году, говорят, арбузная. Сорта все проверенные, которые должны 100% дать урожай, что и вышло к началу августу. Передряги были весенние, непогоды. Ежедневно были ливни, ветра. Но лето все-таки вступило в свои права. Тепло пришло, арбуз поспел. Мы урожаем довольны. Чтобы арбуз уродился полезным и вкусным, без химии, лишних добавок нужно немало потрудиться. В этом сезоне полосатые лакомства на вкус слаще, чем обычно. Фермеры говорят, солнце было в достатке. Арбузам хватило тепла, солнца, влаги. Поэтому, когда его разрезаешь, он трещит от спелости. Вот такие прям сахаристые, очень сладкие арбузы. Сейчас убирают с поля заморские сорта – Кринстар и Трофи. За сезон планируют собрать около 20 тонн. Сейчас я сажу только ранее. Все, поздние сорта. Это лет 10-15 назад было. Погода была. Я садил поздние. Они до сентября, до октября месяца были. А сейчас только ранее. Поздние сорта вообще не стали выходить. Погода сменилась вообще. В среднем вес где-то… Ну, самый большой вешал 8-9, в среднем 5-6 килограмм. Ну, вот он весь лежит. На выходных за спелыми арбузами у вагончика бахчеводов очередь из оптовиков. Спросом пользуются большие ягоды по 10 килограммов. А на местном рынке главный товар лета раскупают мгновенно. Потому что они без всяких химикатов, без всяких нитратов. Потому что я эту семью знаю давным-давно. Они выращивают. Вообще труженики. У меня внучка приезжает в субботу. Мы обязательно придем. Что касается экспериментов по выращиванию арбузов с синей и белой мякотью, фермеры говорят, пока такую экзотику перестали выращивать. Не очень-то она популярна. Да и покупатели побаиваются. А проверенные сорта разбирают на ура. О сбытии не приходится и думать. Накормить местными арбузами весь Красноярский край, конечно, не получится. Масштабы производства не те. А вот южную столицу региона вполне хватает. Жаль, лето у нас короткое. Последний урожай фермеры соберут в начале сентября. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. И неси новости.